Добрый день! Это видеообзор ЧП в Ярославской области за неделю. О происшествиях за 7 минувших дней расскажу вам я, Валерия Шилова. Страшная авария произошла в прошедшие выходные на трассе Холмогоры. Там столкнулись сразу три автомобиля – грузовой «Вольво» и две легковушки – «Рено» и «Митсубиши». Водитель «Рено» пытался обогнать «Вольво» и выехал навстречу. Там столкнулся с автомобилем. В результате аварии погибли трое человек. Двое на месте, одного не спасли медики. Еще несколько человек госпитализированы в больницу. Среди них трехлетний малыш. В Переславле задержали криминальный дуэт. О преступлении в полицию сообщили из магазина в селе Купанское. Двое молодых людей, вооружившись пистолетами, угрожали продавцу, а затем обчистили кассу на 15 800 рублей. Спустя некоторое время оперативники поймали подозреваемых. Ими оказались два 24-летних жителя Переславля. В ходе расследования уголовного дела по факту разбойного нападения в магазине в Переславском районе, где неизвестные, угрожая продавцу предметом, похожим на оружие, похитили из кассы денежные средства, сотрудниками экспертно-криминалистического центра ОМВД были установлены подозреваемые. Двое 24-летних жителей Переславского района. Сотрудниками уголовного розыска они были задержаны. Подозреваемым избраны меры пресечения содержания под стражей. Установлена их причастность к совершению аналогичного преступления в Ростовском районе. Полиция проверяет их на причастность к другим подобным преступлениям. Если вы пострадали от действий этих людей, обращайтесь в полицию. Сразу две аварии случились на так называемом проклятом перекрестке Мышкинского проезда и Лисицына. Сначала там столкнулись Ниссан и Киа Пиканто. От удара малолитражке понадобилась подмога. Приехавший на место происшествия эвакуатор сам угодил ДТП. Маневрируя на перекрестке, он въехал в Газель. Продолжение следует... Сотрудники ГИМС вытащили из воды пьяного ярославца, решившего заплыть на судовой ход. Мужчина уже успел преодолеть 500 метров, прежде чем его подняли на борт. Теперь ему грозит 1000 рублей штрафа. 15 июня авария унесла две молодые жизни. На тормозном шоссе водитель Рено не справился с управлением и врезался в дерево. В результате двое погибших – 21-летняя девушка и 28-летний молодой человек, оба жители Ярославской области. Спонсор программы – компания «Дельта» – системы безопасности. «Дельта» – это современная система безопасности в каждую квартиру, дом и офис. Только в июне комплект сигнализации при установке в квартиру или коттедж всего от 3000 рублей. Первым 30 клиентам тревожная кнопка в подарок. Дополнительные подарки при заказе онлайн на delta.ru